Исламский институт Таджикистана теряет популярность. Борьба с хиджабом в Таджикистане продолжается. Более 40% жителей Таджикистана недоступна пресная вода. Исламский институт имени Имама Азама в Таджикистане теряет популярность в стране. Об этом сообщил ректор института Таджиддин Асамуддин Заде в интервью информационному агентству Азия Плюс 21 января 2017 года. Асамуддин Заде отметил, что численность студентов-первокурсников сократилась почти на 40%. В прошлом году в наш вуз на 308 учебных мест поступило лишь 197 человек. Из них 102 учатся на договорной основе, остальные на бюджетной. При этом ректор затруднился объяснить, с чем именно это связано. Следует отметить, что в прошлом году власти Таджикистана санкционировали ликвидацию последних нескольких медресе, но тем не менее жители страны все равно не торопятся поступать в Исламский институт. Наблюдатели отмечают, что преподавательский состав института проходит тестирование, созданное комитетом по делам религии аттестационной комиссии, в который входят представители органов госбезопасности страны. Данная комиссия ведет очень жесткий отбор преподавателей, а посему аттестацию проходят лишь люди чрезвычайной лояльности режиму, искажающие Ислам в угоду режиму. Тех же из преподавателей, кто отстаивает исламские позиции, просто увольняют. Причем это продолжается уже в течение нескольких лет, и соответственно население осознает тот факт, что в Исламском институте невозможно приобрести истинные знания в сфере исламских наук. Этим и объясняется резкое сокращение числа абитуриентов, поступающих в институт. Выступая 27 января на пресс-конференции, председатель комитета по делам женщин и семьи при правительстве Арте Идигул Касимзода снова коснулась темы ношения таджикскими женщинами хиджабов. Причем она совершила оскорбительные нападки на таджикских женщин, носящих хиджаб. По ее словам, совсем недавно комитет проводил рейды с участием правоохранительных органов, целью которых было выявление женщин, носящих не национальную таджикскую одежду, а чуждую нашей культуре. «Мы лично видели, что женщины в хиджабах занимались сводничеством», заявила Идигул Касимзода. По ее мнению, когда женщины придерживаются чуждых таджикской культуре идеалов, то для них разрад тоже становится нормой. Также глава комитета обратилась к таджикским женщинам, чтобы они, как она выразилась, не забывали свои корни и носили только национальную одежду таджиков. Примечательно, что историки утверждают совершенно обратное, а именно то, что исторически национальной одеждой таджикских женщин является именно закрывающая красоту форма одежды, которая исходит из законов ислама. То же нескромное одеяние, что сегодня навязывается режимом Рахмона и его приверженцами под видом национальной одежды, по мнению историков, никакого отношения к истории мусульман региона не имеет. Проблема с доступом к чистой воде остается одной из насущных проблем у населения Таджикистана. По официальным данным властей, у 42,4% жителей Таджикистана отсутствует доступ к свободной питьевой воде, а жители пользуются привозной водой, покупая ее за собственные средства. Об этом заявил директор ГУП ЖКХ Алимурот Исламзода, сообщает ИА «Радио Азади» 23 января 2017 года. В то же время Таджикистан по запасам пресной воды занимает как в мире, так и в регионе одно из лидирующих мест. Запасы пресной воды на душу населения в сутки равны 28 кубическим метрам. Следует заметить, что количество проблем в стране с каждым годом увеличивается, и все это происходит наряду с заявлениями со стороны властей о достигнутых успехах. По мнению экспертов, при желании уже давно можно было бы решить в стране проблемы такого рода. Однако, в силу того, что режим в Таджикистане полностью погряз в коррупции, эти проблемы совершенно не занимают чиновников. Напомним, что по данным Международной организации Transparency International, Таджикистан среди 176 стран занимает 151 место по уровню восприятия коррупции. Отчет министра внутренних дел Таджикистана за 2016 год Все больше граждан Таджикистана намерены покинуть страну. Дум России намерен привлечь таджикских имамов для проповедей среди мигрантов.